Продолжение следует... Прямо плотно вошла в мою жизнь, и я такая всеядная, поэтому совершенно разные, наверное, и работы у меня, потому что все вокруг мне нравится. Вообще образование в плане художественного больше всего, конечно, в Питере. Мне впечатлило, и я вообще туда поехала именно за этим, чтобы поучиться там. Хотела пройти такой долгий курс, но не получилось там обстоятельства поездки, в общем. Но, тем не менее, нашли мы хорошую школу, которая именно выпускники Репина преподают, и их много, и была возможность обучиться у разных людей разным техникам абсолютно. И мне это очень много дало. И вообще Питер меня так радужно, на мой взгляд, встретил. Я была удивлена после наших людей, которые здесь дают советы свои или что-то там говорят по поводу, там, не выбирай такой сюжет, зачем ты выбираешь его. А там совершенно, оказывается, все по-другому обстоит. И как это культурная столица, я ее называю, Питер все-таки. И там все так позитивно, и свобода выбора у них важнее. То есть там они, например, мне говорили, выбирай сама, что тебе больше нравится, и мы тебе покажем, что ты хочешь, например, узнать, изучить какие-то техники. И как-то вот учеба продвигалась именно вот в таком контексте. Я хотела все-таки весне посвятить эту выставку, потому что я люблю весну очень, потому что после холодной зимы, когда все отмерзает, хочется согреться, наверное, эмоциями согреться. И я хочу согреть ими других людей. А здесь работы, которые будут на выставке, ну, еще пару работ прибавится, потому что каталог вышел, и после этого я еще написала несколько работ. Как правило, художника общество, социум заставляют идти в одном стиле. Это всем известный факт. Но я не хочу, честно говоря, делать то, что говорят другие. Мне хочется делать то, что я хочу. На мой взгляд, это, ну, отражает мою личность. Я всеядная в музыке, в еде, и хочу разными стилями владеть и писать в разных стилях. Каждый раз, может быть, удивлять людей, там, каждый раз, чтобы они смотрели, говорили, о, боже, это ее картина? Она вроде бы не в этом стиле пишет. Ну, как-то так. Я люблю вообще очень яркие цвета сама по себе, потому что, ну, я такой человек, я с детства все любила поярче, более такое броское, такое какое-то вычурное, может быть, даже слишком может быть вычурное. Иногда настроение такое, что хочется нежные цвета писать. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать тебя. Хоть ты там, не знаю, сам Версачи. Всегда кто-нибудь скажет, фу, никакого стиля. Слышала интервью тоже одного художника, и мне так его слова понравились. Он сказал, что смотришь на некоторые картины Рембрандта, и там рука короче, чем надо, например, да, но это он сделал, и как бы и прослеживается, например, какая-то тенденция, да, то есть мы все не идеальны, но если есть в человеке вера в свое творчество, да, и энергия какая-то, ну, вот какой-то сгусток энергии внутренней, да, для веры, для этой, для пути, для того, чтобы что-то, какой-то внутренний двигатель, который тебя толкает вперед, то я думаю, что никакие вот эти вот слова, может быть, они заденут, но они никогда не останутся навсегда в голове. Ну, искусство, оно вот какое-то, я не знаю, оно живет, наверное, внутри, и вот этот внутренний двигатель, это вот эта квинтэссенция характера, наверное, что ли, в совокупности с тем, что ты любишь, вот самого оттуда. Говорят, если ты хочешь в 33 года перейти на другой уровень, например, все надоело, работа там или что-то, оглянись в детство, посмотри, что там тебе было вот важнее всего тогда, и, как правило, именно это оказывается самым главным двигателем, вот, то есть ты вытаскиваешь это оттуда, и оказывается, что, ну, это главное твое, вот именно твое, что тебе нужно. Детство, наверное, такое время, когда тебе многое позволено, и когда ты беззаботен и делаешь только то, что хочешь, за остальное тебя ругают, наказывают, но ты все равно делаешь то, что ты хочешь. И, наверное, это вот как бы и служит таким вот отношением. Здесь изображена девушка, как бы, которую обняла Вселенная, ну, как бы космос обнимает человека, и это говорит о том, что мы всегда находимся в руках чего-то большего, знаете, вот как бы, и мы не можем рассмотреть его образа, поэтому этот образ такой вот яркий, красочный, многоцветный, потому что в нем все-все-все есть, то есть ты не знаешь, как повернется судьба, что тебе там подарит жизнь, да, например, какие-то сюрпризы, какие-то там новые двери, окна для тебя откроются, да, то есть это вот такой вот сочетатель. Ну, космос всегда открыт к нам, и когда мы закрываем глаза в тишине, наедине с собой, мы можем его себе открыть и услышать, как бы, да, гениальные мысли могут прийти в голову, да, мысли поменять свою жизнь, не знаю, там, например, там, родить детей, там, или начать писать картины, да, то есть для меня вот картина это олицетворяет. Искусство, картины всегда присутствовали в моей жизни. Я бы не сказала, что я резко так раз и решила поменять, просто сейчас, почему-то в этом году, нет, в прошлом году весной, вы знаете, как гром среди ясного неба. Ничего не хочу, хочу только писать. Субтитры создавал DimaTorzok